Друзья, всем огромный привет! Выходной, погода супер! Думаю, чем бы удивить своих подписчиков. Сегодня я приготовлю в казане картофель, обжаренный во фритюре, с мясной начинкой и на овощной подушке. Первым делом буду обжаривать картофель. В казан наливаю растительное масло, грамм 600, наверное. Я убираю середину. Нам нужно аккуратно убрать середину. Кстати, убирается вот эта середина несложно. Самое главное, используйте ложку или чайную, или столовую, но не нож. Ножом вы можете картофель проторнуть. А так, вот смотрите. Вот такая у меня получается картошка. Картошку эту я буду фаршировать мясом, а этот картофель у нас пойдет на овощную подушку. В общем, друзья, все пустим в дело. Так просто ничего никуда не уйдет. Масло нагрелось, и теперь вот этот картофель я буду обжаривать во фритюре. Ой, нормально. Друзья, ну что ж поделаешь, стреляет. Масло хорошо нагрелось. Ну не знаю, все-таки по 4, наверное, или по 5 буду обжаривать. Только по 5. Вот до такого состояния я обжарила картошечку, друзья. Закидываю очередную партию картошечки. Вторая партия картошечки обжарилась. Вот таким образом переворачиваем, чтобы масло, которое находится внутри, в общем, вылилось все. Обжариваю последнюю партию. Снизу картофель обжарился, переворачиваю. Я хочу, чтобы он и внутри обжарился. А вот эту картошечку я хорошо промыла. Можно было морковь натереть на крупной терке. Ну, а можно и нарезать. Можно соломкой нарезать, брусочками. Ну, я вот таким образом нарезаю. Обратите внимание, какой красивый цвет. Готово. Идем дальше. Картофель обжарила во фритюре. Столько масла мне не нужно. Убираю. Закладываю лук. Немного обжарю. Минутку. Закладываю морковь. Морковочкой обжарим. Так, нагрев сделаю поменьше. Слишком большой нагрев. Ну, так как у нас все обжарилось во фритюре. Перчик со своего огорода. Со своей теплички. Нарезаю так. Тоже произвольно. Мельчить не буду. Морковочка с лучком обжарились. Кладу болгарский перчик. Минуту подержим. Сначала хотела не добавлять помидоры. А потом думаю, ну, все-таки нужно добавить. Помидор придаст овощной подушке свой неповторимый вкус. Все хорошо перемешиваю. И вот эту картошечку, которую мы ударяли с середины картофеля, я отправляю в казан. Такие у нас получились? Типа чешуйки. Вообще. Немножко поджарю картошечку. На этом этапе подсолю. Добавлю паприку и черный молотый перец. Добавляю помидоры. И все хорошо перемешиваю. Друзья, вот это и будет у нас овощная подушка. Занимаюсь начинкой фарш свинина, говядина. Добавляю сюда мелко нарезанный лук и зелень. Паприкой, черный молотый перец. Солю по вкусу. Все хорошо перемешиваю. Конечно, можно было лук натереть на крупной терке. Но я решила нарезать. Все-таки будет, может быть, посочнее начинка. Вот таким образом фаршируем картошечку. Обжаренную во фритюре фаршем. Вот таким вкусным. Кстати, фарш можно использовать любой. Свинину, говядину, курицу. У меня говядина и свинина. Картофель можете и не обжаривать предварительно во фритюре. Но я решила обжарить. Так сказать, чтобы было своего рода изюминка. Здесь немного фарша осталось. Что я делаю? А вот сделаю такие небольшие фрикадельки. Сейчас идем к казану. Вот такие. Грамм 150. Все хорошо перемешиваю. И сейчас будем укладывать картофель. Кладу сюда перчик чили. Чесночок вот таким образом разрезала. И начинаю укладывать картошечку. Выкладываю фрикадельки. Картофельки. Как получится. Друзья, обратите внимание. Жидкость совсем немного снизу. В общем, закрываю крышечку. Нагрев делаю просто на минимум. И готовим минут 30. Картофель у нас полностью уже готов, так как он обжаривался во фритюре. Но для фарша много не нужно. В общем, готовим. Блюдо наше готовится 30 минут. Друзья, вот такая обстановочка в казане. Маленькое-маленькое побулькивание. Закрываю крышечку. И еще поготовим минут 10. Блюдо полностью готово. Смотрите. И фрикадельки. Все готовилось на пару. Ничего не развалилось. Картошечка. Картошечки. А внутри картошки сок. Сейчас картошечку выложу. А потом еще добавлю зелень. Перчик чили выкладываю. Чесночок. Вот таким образом. Друзья, достаточно интересное блюдо. Ой, аккуратно. Аккуратненько. И самое главное, вот это блюдо нужно готовить именно на пару. Чтобы нагрев был просто минимальный. Картошечку убираю. Друзья, последний штрих. Добавляю зелень. Все аккуратненько перемешиваю. И выкладываю. Первый слой у меня будет овощная подушка. Смотрите, какие красивые у нас здесь овощи, да? Вся картошечка пошла в дело. Поверх овощей я буду выкладывать вот картошечку. Вот что значит, картошечка готовилась на пару. Никакая не развалилась, не разварилась. Держит форму. И цвет какой красивый. Так как мы картофель обжаривали во фритюре предварительно. В общем, интересный рецептик. Даже очень. Давайте попробуем. Картошечка. Овощи. Ну и для полного счастья фрикадельку положу. Друзья, какое получилось потрясающее блюдо. Вы видели, продуктов было немного, но у меня получилась целая большая тарелочка. В общем, леганчик еле держу. И обратите внимание, как интересно я её оформила. Первый слой у меня овощи. Поверх я положила картошку и чесночок, и перчик чили. Удивляйтесь сами и удивляйте своих близких чем-то необычным, интересным. Всем удачи, пока. Ну а мы будем кушать. Это вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok